Добрый день дорогие друзья вы на телеканале ИТОН ТВ программа разбор полетов меня зовут Александр Вальдман а вместе со мной нашей телевизорской студии к сожалению виртуально находятся замечательные гости замечательные журналисты Марк Котлярский и Марк Горин рад приветствовать вас друзья добрый день тема которую я хочу вам предложить для разбора самое наверное популярное сегодня в Израиле даже по моему переплюнуло на какое-то время коронавирус речь идет об объявлении об установлении в ближайшее время дипломатических отношений между Израилем и объединенными арабскими эмиратами наш премьер-министр назвал это событие историческом открытие новой эры в отношениях Израиля с новым с арабским миром у меня вопрос к Марку Котлярскому Марк нет ли в этих словах определенного блефа с учетом того что мы находимся в некой странной ситуации связанной и с коронавирусом и с ситуацией скорее всего предвыборной а это всего лишь пыль в глаза для того чтобы отвести людей мысли от насущных реальных проблем да нет я думаю что в твоем вопросе уже заложено лукавство нет никакого блефа на самом деле все действительно так как ты сказал только со знаком плюс я как раз и далее как буквально сегодня закончил расшифровывать интервью с одним востоковедом Эдди Коэном кстати очень интересный человек который родился в Ливане вот и репатерируется в Израиле в девяносто пятом году да то есть и кстати потрясающий специалистов извини немножко вытянул чуть-чуть буквально который знает знает все арабские диалекты человек который ведет в твиттере страницу на арабском языке и у которого 300 тысяч пользователей этой страницы да то есть можете представить охват который охват арабского мира который ведом этому человеку так вот по словам этого человека арабиста знатока ближнего востока самого уроженца Ливана это таки до историческое событие которое повлечет за собой цепь других вполне возможно событий как то присоединение к этому отряду тех арабских стран которые захотят замириться с Израилем помимо уже объединенных арабских императоров и Ордании и Египта также Бахрейн также Оман Саудовская Аравия и возможно даже Кувейн то есть и он объяснил что на самом деле сегодня арабский мир он не гомогенин он разделился на два фронта первый фронт это Турция Иран и Турция Иран и Катар 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 и второй фронт это вот эти умеренные арабские режимы которые заинтересованы пусть даже ситуативном но в принципе в союзе с Израилем и подписание договора с Арабскими Эмиратами с Абудаби это первый вот такой очень серьезный признак на этом пути образования нового союза то есть он говорит вот этот Эдикоин говорит о том что действительно наступает некий опять возможность но но она есть она существует и она уже начинает реализовываться создание нового мира как бы нового Ближнего Востока не того о котором говорил Шимон Перес но в какой-то степени близко к тому человеку что он пытался и чего хотел добиться этот новый мир который где главенствующие главенствующий интерес прежде всего заключается в том чтобы противостоять вот оси Иран Катар и Турция поэтому Израиль сегодня гораздо выгоднее как союзник вот этим арабским странам включается еще Судан я забыл который сегодня тоже заявил на днях сегодня который заявил о желании подписание они уже опровергли Марик они уже не опровергли тем не они не опровергли они сняли только министр иностранных дел тем не менее пресс-секретаря тем не менее Судан по-прежнему готов и есть тому объяснение просто я не хочу удлинять время которое мне отведено еще раз повторяю все что ты сказал не имеет под собой никакой почвы на самом деле все с точностью но наоборот мы присутствуем действительно при создании нового мира хотим мы этого или не хотим любим мы не Таньягу или не любим мы не Таньягу дело совсем не не Таньягу а дело в той ситуации которая сегодня образовалась на Ближнем Востоке теперь я обращаюсь к Марку Горину Марк скажи пожалуйста дело в том что в Маре Котлярский говорил об этом о том что арабский мир не гомогенен это действительно так вот например Саудовская Аравия министр иностранных дел Саудовской Аравии уже выступил после всех этих заявлений о том что мы устанавливаем отношения с Арабскими Эмиратами так вот министр иностранных дел Саудовской Аравии будучи в Германии на пресс-конференции заявил что Саудовская Аравия не будет никаких соглашений заключаться с Израилем до тех пор пока не решится вопрос с палестинцами в соответствии с арабской инициативой 2002 года и упрекнул по ходу своих собратьев из Эмиратов что те дескать поспешили несколько может быть Саудовцами все-таки движет некий страх они больше боятся Иран и Турцию нежели чего-то другого чем обиды со стороны Объединенных Арабских Эмиратов нет для вот княжеств залива вот Саудовских Грандов залива этих богатых но не очень сильных военных отношений стран естественно опасаться Ирана потому что это житская такая агрессивная позиция объединение и так далее и Турция поскольку-то она претендует на свою новую роль на Ближнем Востоке там Османское восхождение Османская империя и так далее то что немножко опасается это естественно но гораздо более тут они не сильно этого боятся потому что они могут всегда они понимают что независимо от слова они могут опереться и на союз с Израилем более открытый более демонстративный менее демонстративный и на поддержку соединенных там они боятся своей улицы и вот то что если мы говорим именно в этом разрезе о происшествии я хочу сказать две вещи ну то что я согласен с Марковым естественно это не новость вот но это тот речающий случай когда я согласен с старшим премьер-министром а то что это действительно историческое событие и очень значимое а то что вот им произвел слово Блиф это не Блиф ну каждый по еще раз говорю при всем моем нежелании чтобы господин Нитани Ягл возглавлял правительство в дальнейшем всего внутренних причем внутренней политики вот это уже сказать что любой политик он как бы и педалирует там где он достигает успеха а там где у него труднее с успехами он старается этим успехом закрыть это естественное желание это входит в профессиональные обязанности и я бы сказал я прошу прощения в эту реплику что в моих глазах господин Нитани Ягл талантливый человек талантливый политик другое дело что зацикленный на собственных интересах и ради этого то я еще знаю что я прошу прощения во внутренней политике что он премьер-министр странных дел и происходит это потому что его дела на вот это вне всем поприще они как бы в них не заинтересованы его главные союзники ультра-ортодокса если бы это чем-то вместил господину гавки главе этого партия дутатара то у него не было бы успехов и там есть ему что-то просто они ему оставили это дело и оно ему не вместает на тот случай возвращаясь к этому вопросу дело в чем дело в том что если говорить об отношениях с не менее либеральном более консервативном они разные то что может позволить эмираты Саудовская Аравия может позволить только еще раз и еще раз проверить происходящее на примере эмиратов дело в том что они боятся не столько ирана и Турции они боятся своей улицы Улицы воспитаны в определенном ключе и очень тяжело сдвигаемый эмираты в этом смысле более легкая позиция давно свою страну так сказать приучают к тому что можно это более-менее нормально а то что он нехороший а даже если знать хорошие неофициальные но хорошие ну известно много лет ему известно и людям я могу ошибиться но по-моему от кого-то я слышал из обозревателей ради израильтян которые там работают специалистов в эмиратах построили синагогу таких саголов не может если я не ошибаюсь по-моему не ошибаюсь не может себе позволить сразу Саудовская Аравия надо посмотреть как к этому отнесется Арабская улица в разных других странах два слова по поводу Судана буквально потому что в этом не осталось для наших зрителей какое-то тайное дело в чем его тоже Судан находится под тяжелыми санкциями амирниканцев в силу своих внутренних там проблем дел кого-то они там обязают у себя на родине и они надеются что вот эти хорошие отношения с Израилем возможные они продадут еще и за стягив санкций и при секретаре уволен потому что он забежал когда-то на Украине в предбатке в пекло и мы еще им еще ничего не пообещали а он уже так сказать демонстрирует они хотят свою доброжевательность продавать дороже и гушу как политику мы такую политику тоже часть не можем спасибо за то мнение у меня есть еще для вас один вопрос на двоих дело в том что объемные Арабские Эмираты как и другие страны залива подписали так называемую арабскую мирную инициативу в которой да говорится о том что с Израилем они устанавливают какие-то отношения после того как разрешится вопрос с палестинцами в Абъединенных Арабских Эмиратах на упреки в свой адрес что они это дело обошли говорят что мы зато спасли палестинскую автономию палестинскую администрацию от аннексии от израильской аннексии вот говоря об этом об отмене аннексии благодаря этому соглашению Объединенные Арабские Эмираты позволили спуститься с дерева под названием аннексия нашему премьер-министру или президенту Трампу Марк Горин пока ты у нас в кадре давай отвечай я знаю я беседовал со специалистами никакой аннексии по сути дела не было в основном была предвыборная терминология премьер-министра никакой аннексии не было предполагалось что при сделке века при создании второго государства второго палестинского государства выравнивались границы и какая-то часть иудеи и самарии на нее начинала распространяться наша юрисдикция после того что будут установлены границы нового государства и вот это поскольку брать лучше чем отдавать то Нитаниягу передумали и называли это аннексией и в этом смысле вот в том смысле которым Нитаниягу называл ради поселенцев это аннексией в этом смысле они действительно остановили этот процесс в этом смысле они остановили бряцание оружия бряцание терминами и действительно они успокоили этим ситуацией и я думаю что в общем то арабское общество в том числе и палестинцы должны это принять с благодарностью и уважением это правда ну дай бог чтобы они тебя услышали а теперь марк а теперь марк отлярский так кажется нашему аналитику с которым я беседу ну да марк отлярский теперь твое мнение по этому вопросу помогли ли арабские эмираты слезть с дерева нашему министру и президенту трампу я думаю что вообще надо рассматривать этот вопрос в нескольких проекциях учитывая тот факт что мы все-таки находимся на ближнем востоке ближний восток дело тонкое как известно и это далеко не избитый туризм а это так оно и есть на самом деле я думаю что вопросы аннексии не сняты более того я мне кажется что впереди нас ждет какой-то весьма продуманный хитроумный план вполне возможно что просто напросто надо было успокоить арабский мир в преддверии заключения соглашения между Израилем и умеренными арабскими режимами вот а кроме этого еще загнать в ловушку палестинцев которые сегодня недаром вопяты кричат и бьются кулаками в грудь о том что арабские объединенные арабские эмираты их предали но как сказал тот же эксперт о котором я говорил Израиль добился главного палестинский вопрос практически сходит с повестки дня палестинцы сегодня арабов не интересуют они им до лампочки все эти как бы так сказать заявления по поводу того что пока не решится палестинский вопрос это всего лишь дань восточной риторики ближневосточной риторики где надо обязательно произносить какие-то слова и тут я согласен с моим тезкой с моим давним другом Мариком Гориным что это особенно касается Саудовской Аравии у которой есть определенные обязательства перед палестинцами поэтому они очень осторожничают несмотря на то что контакты между нашими странами на уровне разведки на уровне еще каких-то тайных дипломатических контактов они ведутся очень давно да и если я даже не ошибаюсь Бен Сальман как-то пару раз даже приезжал в Тель-Авив как бы то есть тем не менее они ведут себя достаточно осторожно стараясь не раздражать палестинцев хотя еще раз повторяю палестинцы им давно уже до лампочки палестинцы на самом деле сами себя сдали так как они сегодня как я уже говорил сегодня образуется новый мир это союз Израиля и арабских стран и старый мир это союз Ирана Турции Абликатора и приглушить им палестинцев которые уже практически как я уже сказал никого не интересуют более того палестинцы не идя на переговоры не идя на то есть на какие-то уступки на самом деле тоже себя дезавуировали и поэтому сегодня по сути все эти сказки про государство там для два государства для двух народов этого не будет потому что сегодня нет никакой общности общего между палестинской автономией с столицей Ромалы и сектором газа где действует Хамас вот то есть как бы вот эти две части непонятно будут сшиваться не будут сшиваться и поэтому вопрос о палестинском государстве он просто либо сам отомрет как в знаменитом анекдоте про молодую средину либо шах умрет либо и шах сдох ну да поэтому как бы вот то же самое будет с палестинским государством я думаю что нас впереди ждут очень интересные события спасибо спасибо Марк Котлярский спасибо Марк Горин было интересно как всегда спасибо всего самого доброго главное будьте нам здоровы до новых встреч до свидания спасибо вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы до новых встреч до новых встреч приятного помочь у нас Barely работали 回ат с